Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Сегодня я хочу служить в направлении, созвучном тому, что Папа Хэгген не переставал говорить и когда ему было уже за 80. После почти семидесяти лет служения он говорил, что самое большое искушение, с которым он когда-либо сталкивался, это искушение беспокоиться. Если он говорил это после почти семидесяти лет служения, нам нужно бодрствовать и укрепляться, чтобы ничто не проникло в нашу жизнь через беспокойство. Матфея 6,25 Иисус проповедует «Посему, говорю вам, не заботьтесь, в версии короля Иакова не думайте». Это и есть беспокойство. Не думайте о своей жизни. И затем он подробнее расписывает, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды. Итак, если мы хотим быть хорошими, искусными слугами в эту эпоху, нам нужно научиться жить, не беспокоясь. И как только вы овладеете искусством пребывать в мире и не впускать беспокойства, дьявол начнет действовать тонко, пытаясь тонко вас подловить. Не так давно нечто подобное произошло со мной, и я попытаюсь, не выкладывая все, рассказать, как с этим справляться. Это касалось финансовой ситуации. Я размышляла об определенном финансовом решении. И я подумала, я бы хотела это сделать. Это было бы благословением. Я бы хотела это сделать. Я продолжала размышлять, и через несколько дней ко мне пришла мысль. «Уж лучше сделай это! Уж лучше сделай!» И эта мысль сопровождалась толчком. Если ты этого не сделаешь, это может тебе дорого обойтись. Я собиралась это сделать просто потому, что это было бы благословением. А тут пришли слова о том, чтобы это сделать, но уже с другим духом. Помните девушку с духом прорицания? Павел пришел в один город, и она ходила за ним по пятам, говоря, «Это рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Она говорила истинные слова. Но злой дух действовал, говоря через нее правильные слова. Зачем? Этот дух хотел влиять на работу, совершаемую Павлом. И девушка делала это много дней. Затем Павел осознал это, и помазание сошло на него. Возможно, он и раньше это осознавал, но ему нужно было быть под помазанием, чтобы справиться с этим. А может, он не сразу это распознал. Написано, что она делала это много дней. И тогда он повернулся к ней и изгнал этого духа. А потом Павла и Силу отблагодарили проживанием в гостиничном номере местной тюрьмы. С массажем. Массажем глубоких тканей. Слова были правильными. Дух, произносивший их, был неправильным. Я раздумывала о том, чтобы кое-что сделать, и дьявол вмешался в это. Не сразу, позже. Сказав, тебе лучше сделать это. Это было произнесено с небольшим напором, и не звучало тревожно. Просто, если ты это не сделаешь, вот что случится. Это был страх. Если ты это не сделаешь, вот что случится. Позвольте рассказать, что я сделала. Я подумала, я просто слишком долго тянула с этим. И я приняла решение, позвонила в офис и распорядилась, сделайте то-то и то-то. Как только я положила трубку, меня охватил страх. И я сказала, нет, нет, нет. Финансы для этого придут. Я ответила этому страху, но он не ушел. Он не ушел. А я не привыкла к тому, что страх не уходит. У меня слишком большой опыт. Я знаю, что работает, а что не работает. И я знаю свою власть. И если разбираешься со страхом, а он не уходит, значит, что-то позволяет ему остаться. Нужно выяснить, что дает ему разрешение. Потому что я противостала ему, а он не ушел. Пошла спать, он не ушел. Проснулась на следующее утро, снова противостала, и он не ушел. Поэтому я перестала разговаривать с ним и начала разговаривать с Богом. И я сказала, Боже, что-то позволяет ему оставаться. Я где-то открыла дверь. Где я открыла дверь? И Бог ответил, вспомни угрозу, сопровождавшую те слова. Если ты это не сделаешь, вот что случится. Я так не веду. Я никогда не сопровождаю свое водительство угрозами. Это было так тонко. Враг сказал слова, созвучные моему желанию. Желанию моего сердца. Сказал похожие слова, но к ним присовокупил угрозу. Тонко. И угроза не была высказана так, чтобы встревожить. Почему? Потому что дьявол просто хочет, чтобы вы услышали слова, но еще не почувствовали их. Он ждет, чтобы вы начали действовать согласно им. У него не будет доступа, пока вы не начнете действовать. Двери не откроются, пока вы не начнете действовать. И пока он стоит за дверьми, вы ничего не чувствуете. О, вы почувствуете, если поступите по его словам. Итак, Бог сказал мне, вспомни, то указание сопровождало угроза. Это не была просто ты. И это не был мой дух. Потому что я не сопровождаю угрозами указания моим дамам. И я сказала, ясно. Поступив согласно словам, созвучным тому, что я собиралась сделать, я не удосужилась проверить источник. Почему я не проверила источник? Я действовала слишком быстро. Когда пришли эти слова, я просто подумала, да, я уже прежде размышляла об этом, так что я это сделаю. Это произошло в перерыве между служениями, и я не уделила этому время. Я медленная на подъем, обычно, я медленная на подъем. А тут, сразу, как только пришла эта мысль, я перешла к действиям, не уделив этому время. Что сказано в послании Иакова? Испытывайте духов. Испытывайте духов. Требуется время, чтобы испытать духов. Если Дух Святой говорит вам сделать что-то, Дух Святой готов пройти испытания духов. Поэтому Бог никогда не подгоняет вас. Уж лучше сделай это! Уж лучше сделай! Лучше сделай! Так поступает злой Дух, который не может пройти испытания духов. Оно требует времени. И если вы не уверены, уделите этому время. Иногда вы моментально знаете, мне нужно это сделать. Вы знаете. Но иногда нужно время, чтобы испытать и узнать, кто с вами говорит. Не всегда это звучит зловеще или жутковато. И в этом был мой промах. Я не уделила время, чтобы оценить, минуточку, не умственно оценить, а вот здесь, чем это сопровождалось. И как только Дух Святой показал мне, где я промахнулась, я ответила, я вижу, понятно, и сказала, хорошо, хорошо, ты попался, теперь убирайся. Как только я поняла свой промах и покаялась, я закрыла дверь. Я так благодарна, что узнала, где я открыла дверь, а не говорила, просто согласитесь со мной в молитве, просто возложите на меня руки. Нет. Нужно было найти, что закоротило силу, что закоротило мой мир, что закоротило мою радость. Многие просто проходят это бездумно. Они испытывают страх за свой брак, страх за своих детей и просто продолжают так жить. Выясните, где вы открыли доступ. Это один из навыков, которым мы должны владеть. Аминь. И я сказала, Боже, я раскаиваюсь в этом промахе. Как я говорила, эта ситуация касалась денег. И Бог сказал, дело не в деньгах. Дело в том, что ты двигалась слишком быстро. Вот где нужно исправление. Дело не в деньгах. Аминь. Но как только я покаялась, я обратилась к этому духу и сказала, теперь уходи. И он мгновенно ушел. Почему? Потому что он был пойман. Аминь. Беспокойство пытается побудить вас к действию. И вы звоните мужу девять раз в день. Выясняете, где он. Звоните жене все время. Звоните детям все время. Что побуждает вас к этому? Перестаньте так делать. Страх остается, потому что вы действуете по его подсказкам. И открываете дверь все шире и шире каждый раз. Слава Господу. В Иова 3.25 написано, Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира. Нет покоя. Нет отрады. Ммм. Ммм. Знаете что? Нет покоя, значит, вы поддались чему-то. Нет радости, значит, вы открыли чему-то дверь. Не пытайтесь просто разобраться с этим, не зная, где доступ. Дух Святой поможет вам. Много лет назад одному сотруднику стало плохо в офисе. Он сказал другому сотруднику, я поеду домой, я неважно себя чувствую. Второй сотрудник позже мне рассказал, что он подумал про себя. О, он заболевает, надеюсь, я не заболею. И когда эта мысль пришла, он сказал, нет, ранами его я исцелен. Я противостою болезни. Я получаю исцеление. И на следующий день он заболел. Вы спросите, если он противостал болезни, почему он заболел? Потому что с ним говорила не болезнь. С ним говорил страх. Страх говорил, что он заболеет. Ему следовало сказать, страх, я противостою тебе. Но он начал молиться местами Писания об исцелении. Поверив тому, что подсказывал страх, он открыл дверь для страха и заболел. Один из важных навыков в преодолении беспокойства – это внимательность. Дьявол обожает, когда вы противостоите не тому, что нужно, и открываете двери для всего. Дьявол хочет, чтобы вы молились мыслями страха. Он хочет, чтобы вы молились мыслями беспокойства. Потому что это открытая дверь для него. И обликая эти слова и мысли в форму молитвы, вы не превращаете их в веру. Мысли беспокойства остаются мыслями беспокойства, сколько бы вы ни говорили об этом с Богом. Знайте, своими действиями и словами мы открываем и закрываем двери. И нам нужно быть умелыми. Многие просят Бога сделать что-то, а Он не может пройти через их закрытую дверь. Я обожаю свидетельства Папы Хэггена о посетителе в больнице. Помните, в книге «Я верю в видение» есть глава под названием «Посетитель в больнице». Однажды вечером после проповеди он вышел на улицу, была гололедица, и он поскользнулся. Или это было когда он перепрыгнул через диктофон? Перепрыгнул через диктофон. Спасибо, мэм. Женщина поставила большой кассетный диктофон прямо на краю сцены, чтобы записать для себя служение. И он чуть не наступил на него. И не хотя наступить на него, переместил свой вес, упал на локоть и вывихнул его. Пришлось ехать в больницу. Пастор повез его в больницу, и пока они ехали в машине, к нему пришло слово Господне. Он думал, что сломал руку. А Господь сказал, «Ты не сломал руку, ты только вывихнул ее». И добавил, «Не беспокойся об этом. Я поговорю с тобой об этом позже». В больнице ему подтвердили то, что Бог сказал, что он не сломал руку, а только вывихнул ее. Но это все равно был сложный вывих, и врачам пришлось сделать ему анестезию, чтобы вправить локоть. Его решили оставить под наблюдением на пару дней. И на второй день он услышал шаги в больничном коридоре, поднял глаза, думая, что это медсестра. А в палату зашел Иисус, пододвинул стул и сел. Хорошее посещение. Иисус разговаривал с ним полтора часа, и в ходе этого разговора объяснил ему, где он открыл дверь. А именно, что он поставил на первое место служение учителя, а не призвание пророка. Он изменил порядок своего призвания. И Иисус в первую очередь разобрался не с его физическим состоянием, а с открытой дверью. Бог хочет помочь вам, но лучшая помощь заключается в выявлении открытой двери, а не в исправлении проблемы, вызванной открытой дверью. Заметьте, Дух Святой сказал ему в машине по пути в больницу, что рука не сломана. Он сказал, не беспокойся об этом, я поговорю с тобой об этом позже. И первое, что Иисус сказал папе Хегену в палате, было, я говорил тебе об этом в машине, мой дух говорил с тобой, я сказал тебе не беспокоиться об этом, и похвально, что ты не беспокоился. И брат Хеген рассказывал, я просто чудесно провел время, сидя в больнице, читая Библию и отдыхая, и я не беспокоился об этом. Как вы думаете, почему Иисус похвалил его за то, что он не беспокоился? Я убеждена, что если бы он беспокоился, Иисус не смог бы прийти в палату. Почему? Потому что беспокойство закрывает дверь для силы Божьей. Бог сказал ему в машине, не закрывай дверь для меня, не беспокойся. Почему? Видите ли, брат Хеген допустил промашку, не так ли? В слове сказано, не заботьтесь ни о чем. А в расширенном переводе, не беспокойтесь и не тревожьтесь ни о чем. Филиппийцам 4.6. Не беспокойтесь и не тревожьтесь ни о чем. Ни о чем. Не допускайте этого. Вы когда-нибудь говорили своим детям, я не допущу ничего такого в своем доме? Здесь тот же акцент, тот же настрой. Не беспокойтесь и не допускайте никакой тревоги ни о чем. Так часто мы беспокоимся и тревожимся о том, что сами же и вызвали. Мы допустили промашку. И мы это знаем. Мы что-то сделали не так. Но заметьте, нельзя беспокоиться и тревожиться, даже когда вы дали промах. Не нужно принимать какую-то степень поражения просто потому, что вы промахнулись. Промахнувшись, мы склонны считать, что должны за это поплатиться. Хотя бы немного пострадать. Мы же промахнулись. Да, промахнулись. Но не беспокойтесь и не тревожьтесь ни о чем. Иисус сказал папе Хэггену в машине, не беспокойся об этом. Почему? Потому что ему нужна была сила. Промахнувшись, вы нуждаетесь в силе больше, чем когда-либо. Так что не беспокойтесь и не тревожьтесь, даже промахнувшись, потому что у Бога есть сила исправить то, в чем вы промахнулись. Я промахнулась в том гостиничном номере, поспешив, не взвесив этот голос, не уделив время, чтобы испытать его. Я слишком быстро перешла к действию. Потому что он был так похож на мое собственное намерение. И я подумала, что Дух Святой побуждает меня двигаться быстрее, чем я двигалась. Если бы я только проверила вот здесь. Но звучало так похоже. Враг продолжает действовать в эту эпоху. И у него в арсенале всегда есть новый уровень тонкости. Новый уровень. Да. Поскольку Папа Хеггин не беспокоился, Иисус смог прийти в проявленной форме, сесть и поговорить с Ним. И мы до сих пор пожинаем плоды этого наставления. Оно назидает нас. Иисус говорил с Папой Хеггином, но на самом деле Он говорил и для нас. Я не помню точно, в каком году это произошло. Примерно в 2008 или около того, у моего мужа были пяточные шпоры. И ему сделали операцию, чтобы исправить это. В послеоперационный период ему назначили лекарства. И обезболивающие могут реально заморочить голову. Однажды днем меня не было дома, а дьявол действительно воспользовался этим периодом восстановления, чтобы атаковать его разум. И когда я вернулась, Эд рассказал мне, я сидел в кресле. И пришел ангел, встал передо мной и сказал, ты совершил свое поприще, тебе пора домой. И Эд рассказывал, я не почувствовал зла, ангел не выглядел злым, он выглядел светлым, он не выглядел темным. Его слова не заставили меня почувствовать себя жутко или как-то в этом роде, но я просто осознавал, что я не насыщен. А Бог сказал, долготою дней насыщу тебя и явлю тебе спасение мое. У меня не было жутких ощущений или давления. Нет. Потому что дьявол принимает вид ангела света, и с этим светом приходит все, что кажется светом. И Эд сказал, я посмотрел на него и ответил, нет, долготою дней Бог насытит меня и явит мне спасение свое. Уходи во имя Иисуса. И он ушел. Но что, если бы влияние этих слов заставило его задуматься о чем-то другом, чем то, что говорит Слово? Навыки. Мы говорим о стопроцентном проявлении даров Духа. И дьявол не собирается применять 20% обмана. 20% ухищрений. Аминь. Навыки. Не надо ничего бояться, но надо иметь навыки. И один из ключей к овладению навыками – это двигаться достаточно медленно, чтобы учиться. Потому что если вы привыкли быть нетерпеливыми и спешить, то когда что-то произойдет, вы не дадите себе времени стать учеником в данной ситуации и получить наставление от Святого Духа. «Слава Господу». Я говорю «Слава Господу». Не беспокойтесь и не тревожьтесь ни о чем. А что же делать? Слово говорит нам «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Другими словами, что вы отдаете в Его руки, над тем Он и работает. Если мы не отдаем что-то в Его руки, Он не может над этим работать, хотя знает, что нам нужна Его помощь, только когда это попадет в Его руки. Беспокойство – признак того, что вы пытаетесь все исправить. Вы пытаетесь все исправить вот здесь. При тревожных мыслях сила не может течь, потому что беспокойство закрывает дверь для силы Божьей. Беспокойные мысли – это опасные мысли. Они не просто тревожны, они опасны, потому что к тому, о чем вы беспокоитесь, сила не может прикоснуться. Пока вы не перестанете думать о финансовой проблеме, сила не сможет вам с ней помочь, она не сможет до нее добраться. Просто знайте, беспокойство оставляет Бога за дверью. Аминь. И вот что замечательно – нам дано право больше никогда не беспокоиться. Аминь. Если вы хотите освободиться от чего-то, вам нужно убрать это из своих мыслей. Вам нужно перестать думать об этом. Вы спросите, как мне это сделать? Притчи 4.20. «Сын мой, словам моим внимай». Ваш ум всегда чему-то внимает. Он может быть занят вашими проблемами в бизнесе, дома, в браке. А то, чем занято ваше внимание, либо открывает, либо закрывает дверь для силы Божьей. И нам нужно стать умелыми в этом. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain. Продолжение следует...